МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня выпуски. Московский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Адвокаты и правозащитники говорят о возвращении к советским временам в связи с решениями Верховного суда и Московского городского суда о ликвидации Международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал». Преамурье постепенно превращается в регион с вахтовым населением. Также сегодня. Исключительно плохо влияет изоляция, ослабление социальных контактов. Мы перешли от прочных, ярхизированных, сложных каких-то коммуникаций к простым, почти случайным, очень ненадежным. Вот как в социальной ситуации. Психолог Ольга Маховская о том, насколько сильно пандемия коронавируса подорвала психическое здоровье россиян. Московский городской суд сегодня удовлетворил иск Московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Оглашена только результивная часть приговора, в чем конкретно признан виновным «Мемориал», который был обвинен в нарушении закона об иностранных агентах, еще предстоит узнать. В том, что решение о ликвидации будет принято после ужесточения приговора главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву и постановления Верховного суда о ликвидации Международного общества «Мемориал» никто уже не сомневался. Но директор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова еще утром говорила, пусть и с иронией, что у судей Московского городского суда Михаила Казакова есть шанс войти в историю. Мы надеялись на то, что будет справедливый суд, потому что все течение процесса показывало совершенно беспомощную позицию прокуратуры, беспомощную позицию Минюста, Роскомнадзора. Какой-то ни в одном из возможных смыслов их позиция не была убедительной. Ну и мы, конечно, надеялись на то, что в Верховном суде немножко знают, что такое суд, что такое закон, что такое справедливость и приму справедливое решение. С другой стороны, в контексте всего того, что происходило в предыдущие годы в России, что происходит, какие решения раньше принималось у дела Назарова, что происходит в последние годы, месяцы с гражданским обществом в России, какие атаки, какой прессинг у него оказывается, в этом смысле для нас это не было неожиданностью. Но всех преследует и мемориал. В принципе, мне кажется, у Мосгорсуда есть все шансы принять решение, потому что настолько же надуманы и там очень много чего идет точно так же, как по этому процессу. И вот сегодня я сейчас читаю трансляцию, что происходит на том процессе, и адвокат правозащитного центра мемориала Илья Новиков спросил судью и прокуратуру, а это совпадение, что иск от Московской городской прокуратуры и от Генеральной прокуратуры против правозащитного центра и против Международного мемориала были поданы в один день? Или это были скоординированные действия, спросил Новиков. Судья сначала хотела отвести вопрос, но Новиков настаивал, и прокурор ответил, что это просто совпадение. То есть просто работали по 30 лет две организации, потом два органа, которые связаны, в смысле оба прокурорские. Но, однако, вот прокуратура настояла, что это просто чистое совпадение, абсолютно случайно. Работали, работали, и в один день будут лейти риски. Судья Казаков славится тем, что он ликвидировал фонд борьбы с коррупцией. Но, с другой стороны, например, вчера я просто сама сидела в зале суда, а после этого меня многие спрашивали, «Саша, Саша, а как судью звали?» Ну, я всем говорю, вот, судья Алла Назарова. А представьте себе, что сегодня судья Казаков возьмет и принят решение не ликвидировать правозащитный центр мемориалов. Так у него же есть шанс по-настоящему войти в историю, никто не будет спрашивать, как его зовут. А все запомнят, судья Михаил Казаков, он станет героем. Слушая Александру Поливанову, я вспомнил стихи Дмитрия Быкова, написанные довольно много лет назад перед вынесением приговора Платону Лебедеву и Михаилу Ходорковскому. Процитирую одно четверостишее. «История не раз по нам прошлась, но вновь сулит развилку нам несчастным. Ваш приговор убьет последний шанс или станет сам последним этим шансом». Шансы российскому обществу судья Казаков, как мы уже знаем, не дал. Я спросил у следившего за процессом нашего корреспондента в Москве Ивана Воронина, не показалось ли ему, что судья хотел, чтобы судебное заседание закончилось как можно скорее. «Ну даже если не судья, то как минимум прокуроры, которые вообще отказались участвовать в трениях сторон, заявив, что в принципе они всю свою позицию уже сформулировали и не видят необходимости в продолжении разговора. И довольно-таки быстро, действительно через полчаса уже судья вышел к готовым решениям, согласив только резолютивную часть. Если еще проводить параллели, например, могу заметить, что как и в суде накануне, как в Верховном суде это было, претензии прокуратуры значительно расширились. Звучали уже больше даже идеологические претензии, едва ли не в обвинения в свидетельстве Родины, как это было накануне. Например, вот среди прочего могу протестировать непрозрачная финансовая деятельность, нарушение прав граждан, устойчивое принадлежение законом и формирование негативного восприятия российской судебной системы через список политзаключенных. И более того, в КОДУ упомянули связь с правозащитным проектом ОВДНСКО, который также принадлежен иностранным агентом. И это в том числе подводили как вход для того, чтобы закрыть правозащитный центр «Мемориал». И из-за этого их отдельно поблагодарил Александр Черкасов, глава правозащитного центра «Мемориал», отметив, что это лишний маркер, подтверждающий, что дело имеется глупо политический характер. А претензии к маркировкам иностранного агента, который в свое время нарушал правозащитный центр «Мемориал», по версии Роскомнадзора, это скорее повод и формальность. Но решение действительно было довольно-таки быстро принято. И проблема еще также в том, что огласена только результивная часть решения суда. То есть, за что конкретно суд? По каким причинам суд согласился с доводами прокуратуры? Адвокаты и ответчика узнают только уже после Нового года. Дальше у них будет месяц на обжалование этого решения. Как они сегодня заявили после суда, решение, так разумеется, будет обжаловано. А сам «Мемориал» продолжит работу в том или ином виде. Пока что его руководители не берутся сказать, в каком именно, но, как минимум, решение о ликвидации, например, не означает блокировку сайта и социальных сетей, которые имеют отношение к правозащитному центру «Мемориалу». Передавал Иван Воронин, собравшиеся у здания Московского городского суда десятки сторонников «Мемориала» встретили известие о решении суда возмущенными криками «Позор». А председатель Международного мемориала Ян Рачинский и правозащитница Светлана Ганушкина говорили о заведомо политическом характере решения и предательстве своей профессии как судьей Казаковым, так и судьей Верховного суда Назаровой, которая вчера удовлетворила иск о ликвидации Международного мемориала. «Позор! Позор! 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 Позор!» Это решение значит, что это решение политическое, что оно принято уже на достаточно высоком уровне. Окончательное ли оно, мы увидим. Главное, что сегодня продемонстрировано, что закон все-таки не выдерживает конкуренции с прокуратурой. В нашей стране сейчас хочется верить, что это изменится. «Фактически все вот эти прокуроры и судьи – это люди, безусловно, квалифицированные в своей области. И они передают свою профессию, поступают безнравственно. Нужна быть какая-то профессиональная гордость. Нельзя нести такую ахинею, которую они несут, совершенно никак не соответствующую закону. Позор! 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 Позор!» Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов заявил собравшимся журналистам, что любое сегодняшнее решение подтверждало, что «Мемориал» прав. «Знаете, о том, что будет дальше, мы будем говорить дальше. Я думаю, что мы всех приятно удивим, а кого-то удивим неприятно. Пока же я скажу то же, что говорил судье. Какое бы решение суд не принял сегодня, это будет решение в нашу пользу. По сути, если бы нас не закрыли, это бы означало, что мы правы тем, что ведем в списке политически заключенных и всей нашей остальной работы. Но сегодняшнее решение, принятое, очевидно, по политическим мотивам, а прокуроры сегодня вывалили список претензий, начиная от наблюдения на Донбассе за так называемым референдумом в 2014 году, ну и кончая мониторингом политпреследований и помощью задержанных на митингах работой нашим сотрудничеством с ОВД «Инфо». Вот все это наша деятельность правозащитная, за которую нас по политическим мотивам закрывают. Мы с самого начала говорили, что закон в иностранных агентах, опять если ставлю кавычку, он не правовой и не подлежит исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на удушение гражданского общества. Сегодня мы получили еще одно доказательство этого. По сути дела, сегодня суд подтвердил правильность нашей работы. Ну и как эта работа будет продолжена? Как-то будет продолжена. Но представление продолжается. А пока же я хочу поблагодарить всех юристов и всех адвокатов, которые нас защищали в этом чем-то предрешенном процессе, потому что все, что они сделали, все, что они зафиксировали, важно не только для нас, не только для защиты мемориала, но и для защиты права как такового, для защиты знания как такового, для защиты всего того, что нам дорого. Спасибо огромное. Говорил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, а юрист мемориала Григорий Вайпан подчеркнул, что нынешние претензии прокуроров иногда слово в слово воспроизводят обвинения в адрес диссидентов советских времен. На примере дела правозащитного центра «Мемориал» мы видим, как российская история воспроизводит сама себя. Это дело удивительно, потому что претензии прокурора правозащитного центра «Мемориал» связанные с введением списков политических заключенных в современной России практически дословно, а местами просто дословно повторяют приговоры советских судов, которые выносились в отношении советских диссидентов. В их числе, например, советский и российский правозащитник Сергей Ковалев, первый российский уполномоченный по правам человека, который в 1975 году был осужден ровно за то, что он составлял вместе со своими коллегами-товарищами списки политических заключенных, списки преследуемых по СССР по политическим мотивам. Претензии были точно такие же. Вы клевещите на государство, вы опровергаете решения отечественных судов, вы ставите их под сомнение, вы говорите, что людей преследуют за их убеждения, а мы говорим, что мы преследуемых по закону. Это не просто историческая параллель. Почему это юридически значимо в этом процессе? Потому что российское государство в 1991 году еще, приняв закон о реабилитации жертв политических репрессий, признало, что эти преследования, преследования советских диссидентов, попадают под определение политических репрессий. Это преследование за убеждения, это преследование за мнения. Все приговоры за антисоветскую агитацию пропаганду, все приговоры за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский строй, признаны неправосудными, признаны антизаконными, признаны политической репрессией. Это автоматически и чисто юридически доказывает, что сегодняшнее решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» за ведение таких списков, точно в такой же степени, под точно таким же причинам, является не просто незаконным, не просто неправосудным, а оно полностью соответствует определению политических репрессий, которые приняты сегодня в России, самим же российским государством. Хорошая новость, еще одна, раз уж мы говорим о хороших новостях, состоит в том, что история все расставляет на свои места. И рано или поздно вот такие политические преследования, политические репрессии официально признаются в качестве таковых. Мы, может быть, недостаточно четко это артикулировали вчера, когда было решение Верховного суда о ликвидации Международного мемориала, но я очень четко хочу произнести это сейчас. Нет никаких сомнений в том, что и решение Верховного суда, и сегодняшнее решение Московского городского суда, рано или поздно, мы надеемся скорее рано, чем поздно, но будут признаны незаконными, будут признаны неправосудными, будут признаны политическими репрессиями, и они обязательно будут отменены. Говорил юрист правозащитного центра «Мемориал» Григорий Вайпан. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 29 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Если где и вспоминают советские времена с ностальгией, то, видимо, в Преамурье объем инвестиций в регион падает, население сокращается с каждым годом, экологическая ситуация ухудшается из-за варварских методов добычи полезных ископаемых. А власти подталкивают местных жителей уезжать из Преамурья в другие места. Репортаж нашего корреспондента в Благовещенске Антона Лузгина. По официальным данным, население Амурской области за последний год сократилось на 10 тысяч человек. По предварительной оценке Амурстата, число жителей региона составляет сегодня чуть больше 770 тысяч. В числе главных причин – превышение смертности над рождаемостью и отток населения. В начале 90-х в области проживало более миллиона человек, но затем число амурчан начало неизменно сокращаться. В регион перестали вкладываться средства, сопоставимые с советскими временами, а при слаборазвитой инфраструктуре, высоких тарифах и суровом климате желающих остаться здесь становилось все меньше и меньше. Вдобавок, со середины нулевых годов в местной прессе регулярно стали появляться объемные публикации про успешный переезд жителей области в западные города России. Основная мысль этих материалов – показать в невыгодном свете Амурскую область в сравнении с якобы преуспевающими регионами, поскольку жизнь в Москве, Краснодаре, Сочи и Белгороде преподносилась как практически беспроблемная. Некоторые амурчане считают, что область постепенно превращают в вахтовую территорию, где нет необходимости в большом количестве постоянного населения, поэтому проводятся подобные пиар-компании и не только, говорит житель Селемжинского района, общественный деятель Евгений Рогалев. Особенно в последние годы стало заметно, как усилилась выдача сертификатов на приобретение жилья. Люди, соответственно, будут их брать и уезжать с неблагополучных мест, где условия жизни уже невыносимые. Ну а какие дальнейшие планы будут, можно только догадываться. Как говорится, святое место пусто не бывает, если его кто-то не занимает, его займет кто-то другой. Житель Благовеченска, попросивший себя не называть, считает, что массированная волна публикаций об успешном переезде – не что иное, как хорошо спланированная акция с далеко идущими целями. Государство, наверное, перестает думать о Дальнем Востоке как о своей территории, так как большие деньги сюда действительно нужны. Территория огромнейшая. И я думаю, что где-то когда-то проявлялись мысли, не исключая, что они до сих пор есть, чтобы эту территорию в какой-то период отчудить Китаю. Не знаю, не только, думаю, о Мурской области, где-нибудь до Забайкальского края. И поэтому это все муссируется. Правда, большинство мурчан считает, что и без всякого анти-пиара область стала малокомфортной для жизни. Здесь и проблемы экологии, и высокие цены на все, и долгие холодные зимы. Ну вот по моим сведениям, да, мне очень серьезный человек рассказывал, который связан с космосом, он мне сказал так, уезжай из Благовещенск, космодром – это страшное дело. В радиусе 160 километров, это получается диаметр 320 километров, ничего живого не должно быть. И вот это все будет отравлено. Лет через 50-60 здесь будет, говорит, пустыня. Люди уезжают потому, что не видят дальнейших перспектив. Вот хорошо, если ты нашел какую-то нишу, у тебя собственное дело. А если ты наемный сотрудник, то с работой все очень плохо. Я думаю, люди уезжают из-за сурового климата. Зимы под 40, вот сейчас уже дней 10. Это просто нечеловеческий какой-то холод. И летом бывает очень тяжело, тоже за 30. Это не каждый может вынести, но зарплаты маленькие, продукты дорогие. Уровень жизни в целом по области очень сильно упал. Вот как только выезжаешь за пределы Благовещенска, очень видно, насколько все-таки плохо живут люди в деревнях, насколько много оставленных домов в деревнях. Практически люди перестали вести домашнее хозяйство, вот это вот приусадебное хозяйство, потому что это очень затратно. Говорит депутат Законодательного собрания при Амуре от фракции КПРФ Роман Кобызов. На Дальнем Востоке с большими расстояниями, с низкой плотностью населения рыночные механизмы не действуют. Это понятно всем. Понятно, что нужно вводить государственное регулирование. Ни правительство Амурской области, ни правительство Российской Федерации государственное регулирование не готово вводить. Они готовы лишь только собирать ту маржу, которая от тех проектов, которые они поддерживают, им гарантированно. Поэтому финал вполне возможен. Амурская область может стать вахтовым регионом, как и другие субъекты Дальнего Востока. По прогнозу Амурстата, к 2024 году в области останется около 700 тысяч человек. И это на территории, сопоставимой по площади с такими странами, как Германия и Япония. Это был рассказ корреспондента радио «Свобода» в Благовещенске Антона Лузгина. Время свободы. По мнению ученых, пандемия коронавируса катастрофически подорвала психическое здоровье миллионов людей. И в уходящем году ситуация только ухудшилась. Специалисты считают, что число тревожных расстройств и депрессий выросло более чем на четверть. Эти данные были опубликованы в журнале «Ланцет». Россия не стала исключением. Во время режима изоляции заметно активизировались мошенники. И только по официальным данным МВД ущерб от их действий с начала года составил не менее 45 миллиардов рублей. Кроме того, участились случаи агрессивного поведения. В декабре отставной военный Сергей Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юге Москвы после сделанного ему замечания по поводу отсутствия маски. О том, как пандемия повлияла на психическое здоровье россиян, на преступности в эпоху коронавируса и о том, как уберечь себя в это непростое время, моя коллега Любовь Чижова поговорила с психологом Ольгой Маховской. На удивление, когда пандемия только была объявлена и был первый карантин, преступность затихла. И это был период такого шока, когда все замерло, все виды активности, в том числе преступной. И мы все оказались на положении дворников и сторожей, привязанных к своему дому. И это очень сильно парализовало преступную активность. Но потом она адаптировалась, как все мы, надо как-то жить, двигаться, добывать ресурс. И в этом году уже намечался вслеск преступности даже по официальным данным, по крайней мере, в Москве. Но она, как интересы россиян и активность, перетекла в медиапространство. Преступность тоже стала цифровой. Протвитает цифровое мошенничество, и с ним труднее всего бороться. И хотя от начала года к концу произошел спад, все равно лично я себя чувствую постоянной мишенью попыток развода по телефону или по интернету. В этом смысле среда стала более агрессивной, откровенно преступной, потому что это наглость. Это невероятное, когда тебя среди велосипеда разувают, раздевают и обнуляют твои счета. А вот этот вопиющий случай в московском МФЦ, когда мужчина устроил там стрельбу за замечание охранника о том, что он без маски. Вот это конкретно уже все связано именно с карантином. Что вы думаете, у этого рода преступления будет ли их становиться больше? Или все-таки люди как-то уже примут эти правила? Понимаете, какая штука вместе с популяризацией средств защиты, ношения масок, социальным дистанцированием, невольно продвигалась и культивировалась, я бы так сказала, очень активно социофобия. Мы стали бояться друг друга и вызываем друг у друга как минимум раздражение, но вообще не самое приятное чувство. Я вам больше скажу, отдельные стрелки пугают, но это решена айсберга, который показывает масштабы или глубину неблагополучия. Люди дерутся в очередях, это бытовые драки, они выплешнулись уже в публичное пространство. Это не то, что происходит в домах. Это было с самого начала, когда кто-то не надевал маску или очень близко подходил, и друг друга отталкивали. Ссора затевалась не только с продавцами, но и друг с другом. Об этом очень приятно говорить, потому что это, конечно, показывает, что бытовая культура и бессоводния очень высокая, она еще более снизилась. Но еще одним крайне неприятным, глубоким таким изменением – это сугубившаяся выученная беспомощность. У психологи называют такое состояние, такой стиль жизни, при котором за тебя отвечает кто-то другой. А, собственно, нам сказали, что сидите дома, а вас побеспокоятся. И это внешне было приятно, но оказалось, что это невыносимо трудно для людей активных, трудоголиков, людей ответственных. Но это был рай для людей, которые привыкли паразитировать, но при этом как-то мимикрировали по социальной норме активности и так далее. Вот за этим стрелком в ФСЦ вот и скрывается эта выученная беспомощность. Особенность реагирования человека с таким синдромом состоит в том, что он тупо не отвечает на какие-то сильные сигналы, призывы вакцинироваться, призывы выйти на субботник, на что-то еще. Он всегда последний в очереди, когда речь идет о мобилизации. Но на слабые сигналы он реагирует непропорционально сильно. На то, что он пришел с пистолетом и ходил с вооруженным, конечно, заставляет думать, что людей, у которых в карманах скрывается холодное или горячее оружие, гораздо больше, чем у дома. Это заставляет с большей опаской относиться к случайным незнакомым прохожим на улице. А вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это происходит во всем мире или это только такая чисто российская реакция на какие-то запретительные меры, связанные с ковидом? Судя по новостям, происходят неприятности во всем мире. Особенность мы все-таки закрытые сообщества. У нас принято не выносить все рыжие. На самом деле не знаем масштабы проблем ни с ковидом, ни с преступностью. В закрытых сообществах преступления становятся известны только в том случае, когда оно чрезвычайно. Просто невообразимо. Это какой-то акт вандализма. Это было всегда. Мы не занимаемся профилактикой, мы занимаемся полировкой. Что еще, кроме ковида, негативно влияло на психику в глобальном масштабе и настроение россиян в 2021 году? Исключительно плохо влияет изоляция, ослабление социальных контактов. Мы перешли от прочных, ярхизированных, сложных каких-то коммуникаций к простым, почти случайным и очень ненадежным. Вот как социальная сеть устроена там. Много всяких транзакций происходит, люди вроде как общаются, но это вообще ненадежно, потому что завтра у тебя накроется компьютер или закроют социальную сеть. И ты опять окажешься в одиночестве, и ты вряд ли можешь попросить надежную помощь среди этих незнакомых людей. Ну, можно, но разово. И это ослабление. Некоторые переживают, впадают в состояние неадекватной агрессии и накопленных ожиданий. Для кого-то это вызывает депрессию, разочарование друг в друге тоже. Так получается, что мы все были вынуждены перестраивать, усиливать те связи, которые были. Например, лучшими друзьями стали коллеги по работе, с которыми ты довольно прохладно общался. Родственники отступили на задний план в том, что они жили где-то далеко. Если дети с родителями поссорились, потому что жилые люди очень плохо переносят отсутствие внимания, нельзя было их посещать. Нельзя было их навещать. Надо было придумывать, как это делать, чтобы они были спокойны. И хуже всего, когда нельзя было приехать из другой страны, из другого региона. Кто оказался посеобразительным, то стал сразу перестраивать социальные свои сети, укреплять их. У вас как у психолога есть какой-то совет, как продолжать жить, оставаться нормальным человеком? Боюсь, у меня какие-то банальные напоминания, скорее. Благо этой пандемии в том, что она напомнила, как мы все-таки нуждаемся друг в друге. Это такой гуманитарный аспект, он не политический, не экономический, даже не психологический. Мы должны поддерживать друг друга, и к этому не только мораль призывает. Это уже просто стало условием выживания. Известно по исследованиям, что тот, кто заботится о других, даже в концлагере, имеет гораздо больше шансов на выживание. Все потому, что он мобилизован, и круг его ответственности, распределение силы другое. Это просто азбука. Еще одна подсказка – это то, что, несмотря на сушенный горизонт, нужно заниматься долгосрочным планированием. Ну, пять лет, по крайней мере, каким вы хотите видеть через пять лет. С психологом Ольгой Маховской беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.